Почему именно сейчас лучшее время для поиска работы? Какие сферы наиболее востребованы на рынке труда? И какую роль во всем этом играет интернет? Подробнее узнаете из нашей следующей рубрики «Интервью». Даже самых закоренелых скептиков не обошло стороной всепоглощающее интернет-пространство. Оно прочно вошло в обиход всех поколений. Деятельность нашего сегодняшнего спикера также тесно связана со всемирной паутиной. Когда-то вы продавали мороженое, а сейчас возглавляете одну из ключевых компаний интернет-ресурсов. С какими чувствами вспоминаете себя от тогдашнего за прилавком с Eskimo? Это было примерно больше 25 лет назад. У меня ощущение такое, что не так уже может много поменялось. Это же все про внутренний драйв. И желание сделать что-то, что тебе кажется интересным, ты можешь реализовать свою идею и чего-то достичь важного в тот момент времени. И тогда это было интересно. Сейчас интересно то, чем сейчас занимают. Я бы и сейчас мог, наверное, продать мороженое. Вы тут мнение, что IT-сфера – одна из самых высокооплачиваемых. Так ли это в украинских реалиях? В украинских реалиях это особенно так. В украинских реалиях, я думаю, что сфера IT… Ну, очень часто программисты, там, не знаю, девоксы и так далее, они зарабатывают больше, чем руководители сравнительно крупных компаний. Вот. Ну, не IT-шных. А хорошие специалисты в IT-шных компаниях в Украине получают мировые зарплаты. И по соотношению, там, среднего уровня жизни, да, что человек может на эти деньги себе позволить с точки зрения, там, сервиса, возможности жить, ну, в Украине просто колоссальный отрыв. Вы представляете компанию, которая помогает людям найти работу в интернете. Скажите, как изменялись тенденции трудоустройства? И можно ли говорить о том, что объявления по найму в газетах уже канули в летах? Об этом можно уже давно говорить. Вот. А если говорить о еще каких-то тенденциях и трендах, ну, мы достаточно чувствительно видим ситуацию, которая в целом происходит, там, в экономике страны, да, наверное, так, там, 2008 год, да, когда был кризис, это прям было, там, 50-70% падения вакансий на сайте. Вот. Потом, когда они начали появляться, мы, наверное, увидели раньше других, что начинается, как бы, возрождение бизнеса, опять начинает нанимать людей, да, то есть, как бы, в целом люди еще не знают, что, как условно говоря, кризис закончился, да, но по сайту трудоустройства, по трендам это уже видно. Вот. Мы видели ситуацию, которая отразилась во время, там, начала войны с Россией и оккупации Донбасса, да, когда были большие эмиграции людей, и это прям очень сильно сказалось на количестве отправляемых резюме, когда люди начинают искать работу, какую попало. Вот. Там прям был большой-большой всплеск. С другой стороны, через два года, где-то там, начиная с 16-го года, ситуация изменилась, и сейчас уже, наоборот, можно сказать, что рынок соискателя. Работодатели очень конкурируют за сотрудников, а соискателей, наоборот, где-то на 50% снизилась активность. Какая примерно доля работодателей из-за рубежа зовет наших соотечественников к себе на работу, пополнить ряды их сотрудников? И в целом, какие специальности, на какие специальности стоит обратить внимание нашим инстуриентам? Если говорить о трендах в Украине, ну, одна из самых востребованных сейчас профессий и специальности – это менеджеры по продаже. Как это ни удивительно, это сравнительно, ну, скажем так, простой вход, да? То есть это не требует какого-то там сверхспецифического образования, достаточно просто здравый смысл, желание этим заниматься и позитивное настроение. Что касается ближнего и дальнего зарубежья и того вопроса о том, что люди туда уезжают, да, уезжают, и есть такой тренд, и это не секрет, и много хороших специалистов едет туда. Но, с другой стороны, это тоже естественный момент, который, ну, в какой-то степени и позитивно тоже, во всем можно, ну, пытаться найти позитивную сторону, да? Почему? Пока рынок работодателя, работодатель не будет повышать зарплаты, работодатель не будет стремиться к тому, чтобы сделать лучшие условия труда, он не заинтересован, он всегда может поменять одного сотрудника, но у меня еще два человека стоят в очереди. Когда спрос меняется, да, и за сотрудников начинают бороться, мы видим ситуацию, когда даже на, там, предприятиях с рабочими специальностями, которые, там, еще вчера получали зарплату близкую к минимальной, происходит рост, там, за последний год в два раза. Почему? Потому что, ну, вот, выбирают, они уедут либо завтра в Польшу, да, это могут быть, там, обычные, ну, или, не знаю, газосварщик, например, в Украине, да, это уже, там, одна из самых востребованных профессий, вот, которую готовы платить и немало, и все равно, как бы, очень многие уезжают.